Ситуация подконтрольная, но сложная, поэтому принято решение продлить режим всеобщей самоизоляции до 1 мая. Настоятельная рекомендация – как можно меньше контактов и соблюдать все правила профилактики. Для глав муниципалитетов четкое распоряжение – постоянно информировать об этом жителей. Это особенно актуально в преддверии религиозных праздников. Пасху уже в это воскресенье. И все будут стремиться объединиться с семьями, объединиться с друзьями, но нужно помнить, что режим самоизоляции никто не отменял. Карантинные мероприятия никто не отменял, поэтому праздник дома, в кругу только своей семьи. Никаких островов, никаких лесов, полян и так далее, никаких выездов с друзьями на природу. Пасхальное богослужение состоится, но с некоторыми особенностями. В храмах будет сделана разметка. На территории Преображенского собора выставят для трансляции мониторы. Рекомендовано воздержаться от массового посещения храмов. Просьба на местах отработать, чтобы люди не шли. Есть условия онлайн-трансляции богослужения на РТС, по радио. То есть духовные потребности есть возможность получить онлайн. Но это то, что касается Пасхи. То есть мы все вместе должны людей удержать дома. Божественную литургию, которую совершит архиепископ Абаканский и Хакасский Иоаннафан, вы также можете посмотреть на страницах РТС, в соцсетях и услышать на радио Хакассия. ФМ 91,5. Начало 18 апреля в 23.00. При массовом скоплении людей очень высок риск заражения. Что касается Радоницы. Главам районов в ближайшие недели необходимо временно приостановить доступ на кладбище. За исключением случаев, связанных с проведением похорон. Пожалуйста, берегите себя. Оставайтесь дома. Самое дорогое – это здоровье и жизни родных и близких. Мария Мишнина, Владислав Пустовойт, РТС.